С чего начинается Родина, С заветной скамьи у ворот. За годы Великой Отечественной войны погибли 26,5 миллионов человек. Имена около 4,5 миллионов солдат, павших на поле боя, остались неизвестны. Спустя 25 лет со дня победы в Александровском саду в Москве был захоронен безымянный солдат, а с 2014 года в России 3 декабря стали отмечать День неизвестного солдата. Сегодня цветы к Вечному огню в Парке Победы возложили школьники, кадеты и ветераны. В похоронки пришли миллионы семей. Посчастливилось тем, кто вернулся после войны живой, пусть покалеченный, пусть раненый, но живой. 4,5 миллионов семей не повезло в том смысле, что в их дома пришла бумага, в которой значило, что их родной, близкий человек пропал без вести. Без вести – это значит, неизвестно когда, где он сложил свою голову. И нет места, куда можно прийти и поклониться, отдать дань памяти. Именно солдатам, неизвестным солдатам, чьи имена безымянны, но подвиг бессмертен, посвящен День неизвестного солдата. Иван Ермолаев в этот день всегда приходит возложить цветы к Вечному огню, когда началась война и немцы пришли в Ленинградскую область, маленькому Ване было 4,5 года. Его вместе с матерью и семилетним братом угнали в литовский распределительный лагерь, а потом продали литовской семье. Мать работала и в огороде, и в доме, дети пасли скот. О том, что наступила победа, узнали только, когда хозяева дома поспешно собрали вещи и скрылись. Тогда же к деревне подошли советские войска. А мы были на нейтральной. И вот когда начался бой, все вот эти снаряды, танки, катюши по высоте бьют. Все это я видел. А после высоту они взяли и ушли дальше на запад. Все эти кости собирали и закапывали. Кто, чего, как он, это самое. Ни имени, ничего не было. Сегодня поисковые отряды ведут непростую работу. По крупицам собирают информацию об останках найденных солдат. Число неизвестных сократилось до трех миллионов. Благодаря активистам многие россияне узнали о судьбе родных, о том, в каких боях они участвовали и где сложили свои головы, и имеют возможность прийти и поклониться памяти погибших дедов и прадедов. Виктория Шарая, Николай Епифанов, События.